День защиты ребенка К этому дню подготовилась Да, конечно Мы делаем, в принципе, нашу Такую стандартную благотворительную акцию С названием Life to Life Которая переводится дословно с английского Ну так грубо, может быть, скажу Живак ради жизни Живак – это имеется в виду живое выступление, живой концерт Но мы приурачиваем ко дню детей Международному И у нас на сцене будут выступать дети Дети будут выступать с нашими друзьями-музыкантами Которые с ними готовили программы Буквально последние полгода И дети, причем непростые, особенные Занимаются они уже давно При студии коррекционной В ДК Приокский Собственно, мы делаем Такую акцию И такое выступление у нас планируется Что еще в рамках этой акции будет проходить? В рамках акции Мы бьем по нескольким точкам Берем несколько фронтов У нас в этот вечер 1 июня с субботу Будет организован в клубе Сбор вещей для детей Живущих в детдомах Это будет Мы будем собирать вещи Будем собирать констовары Средства гигиены То есть все, в принципе, что может человек Лишнего найти в своем доме Это все может пригодиться тому, кому это, собственно, нужно И мы отвезем это все буквально на следующий день В дома В Ряжск В Путятино И еще в несколько детдомов Сейчас как раз ведем переговоры Договариваемся, решаем Расскажи, пожалуйста, об участниках этой акции Участники Изначально вообще планировалось Что с детишками будут заниматься наши музыканты Которые практически постоянно у нас выступают Наши друзья Но многие столкнулись со сложностями То есть не потянули работу с особенными детьми Все-таки я считаю, что чтобы с ними заниматься Конечно, должен быть какой-то педагогический дар Но не все его имеют Вот, поэтому кто-то остался Кто-то сошел с этой дороги Но, тем не менее, вот мы набрали большое количество музыкантов Александр Костров из группы Джон Лемон Сейчас у него группа Манго Старс Вот у него свои дети есть Вот он занимался Аврора Пушкинская Это группа Человек Вот она тоже имеет и хороший педагогический дар Да, и вот она занимается с детишками Вот, студия Канон Насколько я знаю, это студия ВИА Канон Если не ошибаюсь, они при школе давно работают, существуют и действуют музыкально Они уже давно занимаются с такими детишками Вот, и плюс мы еще буквально в последнюю неделю Чтобы как-то это еще масштабнее, интереснее сделать Мы кинули клич вообще по всем знакомым Кто желает выступить на сцене со своим ребеночком Вот, может быть с ребеночком своих друзей Или там с племяшкой И вот тоже такие люди нашлись Кто уже тоже готовит номера Вот, дети не только будут петь Но и играть на инструментах Их учат и на басу И на барабане стучать И на гитаре играть Вот, у кого кто может петь, тот будет петь Вот, весь этот концерт будет Ну, вход на концерт открываем в 7 вечера Чуть позже начнется концерт Это я уже так анонсирую прям программу, лайнап Вот, и все это будет длиться часа 2-3 Все это время будет действовать сбор вещей Пункт приема Вот, еще такой момент У нас будет чисто символическая плата за вход 150 рублей И все собранные деньги Вот мы еще и в третий момент отправляем Это на помощь мальчику Сереже 13-летнему Рязанскому У него необычная болезнь Он хрустальный мальчик Его родители сейчас собирают деньги на специальную колясочку Инвалидную коляску, в которой он сможет существовать и хорошо себя чувствовать Вот То есть и сбор вещей в детдома, и сбор мальчику И плюс хорошая практика и приключения для детей, которые будут выступать с музыкантами на сцене Кто вас поддержал во всем этом начинании? Да, есть такая организация детские домики благотворительные Они работают как раз со всеми детдомами Есть такая организация, как Россия в детских руках, Рязанская Ребята тоже занимаются детдомами Все они курируют детей, которым нужна помощь Вот через них мы нашли этого мальчика, которому будем помогать Вот, и вообще, по сути, мы постараемся подготовить брошюру на это мероприятие Со всеми благотворительными точками города Чтобы любой, кто пришел, заинтересовался, увидел, куда он может, может быть, пойти и помочь Вот, или как-то также опять точечно отправить свои вещи ненужные Потому что очень многие спрашивают Когда у вас будет следующая благотворительная акция? Вот у меня накопилось два пакета вещей Готов отдать с удовольствием какие-то вещи там зимние, летние Вот Ирина, как готовились? Расскажи, на что ушли вот все силы? Ну, на самом деле, организация, в принципе, как и каждого концерта Обычно, флэера, афиши Афиши по всем нашим друзьям-заведениям Чтобы все, чтобы охватить максимум людей Вот, собственно, спасибо, что пригласили Благодаря вам тоже, я думаю, найдем людей с добрыми сердцами Кто придет и поддержит концерт Ну и, собственно, конечно, старались курировать музыкантов Которые занимались детишками Ирина, я знаю, что у вас какой-то необычный ведущий будет на этом мероприятии Да, на этом мероприятии мы пригласили Леонида Семеновича Резникова вести Вообще, давно мы с ним уже сотрудничаем Он у нас в клубе ведет в фестивале «Свободная сцена» «Свободная сцена» — это мероприятие, которое проходит раз в месяц Куда мы приглашаем музыкантов, которые буквально впервые Вступают на сцену и впервые выступают вообще для зрителя Вот, он очень здорово общается с молодежью Вообще, я его называю ведущей в Сия-Рязани Потому что, да, он ведет очень много городских мероприятий Вот, если не ошибаюсь, он откуда-то из властных структур Вот, точно его должность не помню, но вот так вот он здорово работает с нами Очень много советует всегда, помогает И даже недавно у нас сыграл главную роль в спектакле Мы при клубе открыли театр любительский, назвали его «Собака Павлова» Из-за нашего соседа музея Павлова И Леонид Семенович сыграл у нас главную роль ветерана Это был спектакль, посвященный 9 мая и празднику Победы Так что он будет работать и трудиться, и объявлять, и общаться здорово С пришедшими и, собственно, с выступающими Вот, у него опыт богатый, мы в нем уверены на 100% Какие трудности вообще встретились вам при подготовке этого проекта? Ну, вот трудности, я уже говорила, что это педагогические возможности наших музыкантов Не все смогли и потянули Морально Да Еще хотела бы сказать, что вообще идея выступления детей из коррекционной студии с музыкантами Она возникла у одного человека, Илья Крюков Он работал с молодежными парламентами, по-моему, при администрации города И он этот проект выдвигал на уровень города Но город не поддержал, то есть финансово Не получилось у него сделать это мероприятие как городское И, собственно, у нас в планах сейчас посмотрим, как это все пройдет И на следующий год, также 1 июня, в день защиты детей Мы постараемся это вынести уже на уровень города Поставить площадку, работать еще более усиленно и дольше с детишками Чтобы совсем была большая программа Вот, может быть, охватить еще и другие коррекционные студии И больше детей Вот, так что у нас в планах этот проект все-таки осуществить так масштабно И, да, на уровне города, как это планировалось изначально А вообще часто проводите благотворительные акции? Ну, наверное, раз в 3 месяца у нас проходит акция Life for Life Обычно она проходит, выступают просто музыканты, просто группы И мы также собираем вещи для детдомов И также точечно отправляем деньги кому-то конкретному со входа Все, что собирается из билетов И причем даже был опыт помощи не только в рамках Рязанской области кому-то конкретному Вот мы даже отправляли мальчику, у которого был рак, на Украину Делали перевод, вот Столько благодарностей и письма Письма благодарности пришли нам оттуда Все мы прокурировали, все полностью пошло на лечение мальчика На операцию, которая буквально была сделана через неделю после акции нашей Рязанские слушатели активно ходят на такие акции, поддерживают их? Да, поддерживают, слава Богу Мир не без добрых людей Очень много приходит И мы иногда поражаемся, какие горы, вещей у нас возникают Вот когда происходит сбор для детских домов В заключение хотелось бы пожелать всему вашему коллективу успеха в этом благородном начинании Надеюсь, что ваши труды не останутся незамеченными Спасибо большое Это были 7 минут, оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова